Всем привет! Сегодня я решила приготовить стейки из свинины на гриле. Ну, раз у меня появился гриль, надо теперь его использовать и буду пробовать разные блюда на нем готовить. Ну вот мне прям в первую очередь захотелось приготовить стейки из свинины. Я взяла специально шейку, мясо такое вот, чтобы без прожилок, без ничего, но рекомендуется шейка, вот лучше всего в мясном мне посоветовали. Нарезала два кусочка, ну, старалась толщиной 2 сантиметра, как рекомендовано. Ну, они там как получились, так получились. Вот такие вот кусочки. Ну, старалась выдержать 2 сантиметра. Вот второй кусочек. Симпатичные такие кусочки. Ну, кусочки, видите, вот такие кусочки, они получаются сочными, должны получиться сочными. Ну, буду надеяться, что получится все-таки. Ну, приглашаю вас поучаствовать со мной. Я первый раз делаю стейки на гриле. Будем делать вместе. Еще для этого приготовления нужно будет мне, ну, 2 стейка, это где-то примерно полкило мяса, да. Я взяла самый простой рецепт, и вообще я зашла в интернет, искала там разные рецепты. Ну, там где-то какие-то веточки тимьяна, и еще какие-то специи, которых, ну, у нас рядом, например, не найти, не купить. В магазинах не продают, а куда-то специально ехать, ну, мне не хочется. Поэтому выбрала самый простой рецепт. Вместо соли нам понадобится соевый соус, паприка молотая, ну, вот паприка красная молотая. А соевый соус обычный, простой, классический взяла. И нужно будет еще 2 зубчика чеснока для того, чтобы нашпиговать в мясо. В общем, и черный молотый перец. Все, больше никаких ингредиентов. Ну, мясо должно быть уже вымытым и сухим, подсушенным, там, промокнуть или что, и все. Стейки я нарезала, теперь мясо нужно будет замариновать на 2 часа. Нашпиговать чесноком и, в общем-то, в соевый соус 150 миллилитров налить. Нужна чайная ложка паприки и чайная ложка, ну, может быть, меньше молотого черного перца. Я, так как сильно острое не люблю, поэтому, наверное, чуть-чуть меньше положу этого перца. Ну что, давайте готовить маринад. Я думаю, чесночок лучше порезать, ну, какими-то вот такими вот долечками, я не знаю. Я даже не знаю, какими, но я так примерно предполагаю, вот такие вот, наверное, толщиной кружочки. Самое главное, вообще, у меня один кусочек, по-моему, получился толщиной побольше, чем 2 сантиметра. Но они получились разные, я их буду отдельно готовить и посмотрю, какая толщина будет лучше и сочнее, ну, чтобы она прожарилась. Я думаю, маринованное мясо, оно должно все равно прожариться. Так, а чеснок нужно нам положить так, чтобы он не выглядывал. И вот посмотрим, как это сделать, я даже не знаю. Вообще, трудно начинить чесноком мясо, чтобы, надо, чтобы чеснок не выглядывал, потому что он будет, наверное, гореть, я так думаю. Поэтому надо или кусочки мяса, эти чеснока делать поменьше. Я, кажется, как поняла, как шпиговать. Нужно нож засовывать в мышцу и вот так вот по косой поглубже и вдоль ножа вот так вот засовывать туда чеснок. Вот, получилось, урак! Представляете, за всю жизнь никогда не приходилось начинять мясо чесноком вот таким вот образом. Ну, все, вроде бы начинила мясо чесноком, вроде так не видно. И положим мясо в мисочку. Ну, а теперь я беру соевый соус. И в соевый соус я вложу чайную ложку паприки. Ну, а перца положу, наверное, пол чайной ложки, прям, вполне достаточно. Даже, наверное, много это будет, поменьше положу. Все, теперь это все размешаю. И заливаю мясо. Ну, вот так вот получилось. Теперь это должно постоять 2 часа и потом можно будет готовить. Еще я решила приготовить на гриле все-таки овощи. Раз будет мясо, их лучше, мясо кушать лучше с овощами. Ну, вот, приготовила, можно цукини, можно кабачок, баклажан, болгарский перчик, лук. У меня луковицы половины хватит. Можно помидоры черри, но у меня их нет. Первое, что нужно сделать, это баклажан нужно замочить в маринаде отдельно, а другие овощи в другом маринаде. Порезать нужно это кружочками, но не толстыми. Я думаю, сантиметр хватит. Вот примерно, наверное, такими. Переложу я это в мисочку. Вообще, с семенами, лучше бы, конечно, без семян. Ну, баклажаны уж какие есть. Будем готовить, какие есть. Самое главное, мне нужно понять, какие они получатся на вкус. Понравится ли, не понравится. Это самое главное. Сейчас, на данный момент. Маринад как приготовить? 50 грамм сахара берем. Дальше соль 7 грамм. Ну, это где-то чайная ложка. Я беру вкусную соль, так как она уже со специями идет. Ну, вот кину так. Дальше нужен стакан воды. Я думаю, комнатной температуры. Ни холодную, ни теплую лучше. И уксуса 2 столовые ложки. И все это размешаем. Я думаю, чтобы сахар, соль растворились. Ну, теперь зальем эти маринады. Паплажаны. И дать им надо постоять полчаса. Так как они тут не утонули полностью, значит, надо будет просто периодически их помешать. Может быть, вот так переложить. Все, пусть стоят. Теперь я взяла, порезала кружочками кабачок, болгарский перчик, ну, вот такими вот слайсами. И лук я порезала, ну, примерно толщиной, чтобы все было одинаковой толщины. Все это перекладываю в мисочку. Если будут помидоры черри, значит, тоже можно их так же сюда и положить. Теперь соль, специи и оливковое масло. Ну, оливковое масло я взяла такое, которое подходит для тушения и жарки. Оливковое масло, ну, там примерно надо так смотреть, чтобы оно все было в масле. Ну, как бы чуть-чуть, грамм 30, может быть, достаточно. Посмотрим. Ну, и соль со специями сразу я уже посолю вкусной солью. Я уже к ней привыкла все ее солить. По вкусу. Я думаю, достаточно. Я люблю, чтобы недосоленное было. Сейчас вот это все надо перемешать. И дать постоять так же. Ну, все, пускай стоит. Теперь ждем. Ну, что, наши овощи уже намариновались. А так как они намариновались раньше, чем мясо, поэтому я начну с овощей. С баклажан я маринад вылила, но я хочу его обмазать в масле, поэтому я его закидываю сюда. Сразу ставлю уже гриль на положение 4. Дождемся, когда индикатор заработает, и можно будет выкладывать. Сейчас я все это перемешаю и буду выкладывать в перемешку. В общем-то, баклажаны я хочу, чтобы они были тоже в масле, чтобы они не приставали к поверхности гриля. Все, обмазалось все маслом. Все одинаково обмазано. Все, лампочка загорелась. Гриль готов к работе. Что за дымок? Хотя все мыло хорошо. Но не важно. Так, ну ладно, попробуем, что это будет. Буду выкладывать в перемешку. Так, ну ладно. Так, ну ладно. Так, ну ладно. Так, ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну как-то так. Закрываем. Готовим 6-8 минут. Прошло 6 минут. Тут я хочу открыть и посмотреть. Так. Ага. Ну что я вижу, что что-то тут поджарилось. Насколько оно мягкое. В принципе, я думаю, что что-то уже готовое, а что-то вот, видимо, толщина разная. Чуть-чуть не прожарилось. Вот пока. Я это немножко сейчас попробую исправить. Я думаю, что чуть-чуть еще можно подготовить. Заодно я увижу теперь, где пропекается. Но я вообще читала в отзывах, что не везде равномерно пропекается. И это даже нормально считается. Ладно, еще минутки 3. Думаю, будет достаточно. Ну, прошло уже 8 минут от начала или даже 9 минут прошло. Я думаю, что все уже готово. Будем снимать. Вообще, конечно, зависит от толщины, я думаю, скорее всего, от толщины, как это я порезала. Если порезать тоньше овощи, они быстрее тогда приготовятся. Ну и все. Остальные овощи также точно сделаем. Ну вот, теперь мы будем готовить гриль. Вернее, стейки. Гриль я помыла после овощей, потому что я не люблю, когда остатки горения остаются на плите. Сейчас я поставлю на 200 градусов на режим 4. По крайней мере, в рецепте написано на 200 градусов. поставить. Вначале готовить 5-7 минут, а потом сбавить на 150 градусов, ну, вместо 70, ну, это потом еще 5-7 минут. Ну, буду смотреть по усмотрению. Пока у меня режим готовности. В общем, я взяла, скинула в дуршлаг свои стейки, чтобы там жидкость стекла лишняя. Я думаю, что я, наверное, еще возьму сейчас их и полью вот этим маслом, чуть-чуть, которое у меня осталось от овощей. Просто, чтобы смазать масло. Вообще, здесь на гриле я смотрю, нарисованы стейки, это на 250 градусов. 5-12 минут стейк нарисован. Попробую-ка я поставить на пятерку и попробую приготовить я на пятерке. Потому что на четверке я уже готовила овощи. Мне кажется, для мяса можно добавить температурки. Лампочка загорелась. Опа! Готово! Вообще, стейки готовить по одному написано. Но я хочу их приготовить одновременно. Если что, их просто потом не станет на меня и будет перевернуть. красиво так. Все, закрыли крышку. Посмотрим через 5-7 минут. Почти 5 минут прошло. Я хочу посмотреть. Так, что я вижу. Ага. Вот здесь не достает. Я тогда... И посмотрим сейчас с обратной стороны. С обратной прожаривается. Так, я сейчас поменяю местами. и вот так перевернусь. Вот так надо сделать. Вот так. Продолжаем жарить. Так, обратная сторона у нас как прожарилась. В общем, одинаково с двух сторон жарить. Ну, ладно. еще 2 минутки, а потом я поставлю на троечку и еще минутам тоже 5-7-10 мы будем посмотрим. Главное, чтобы жидкость в мясе не совсем испарилась, иначе она будет сухая. но, но, все же время надо прожаривать. будем смотреть. Так, прошло еще 2-3 минуты. Посмотрим. В общем, ставлю на троечку и тут готовится дальше. Еще минут 10, наверное. В общем, немножечко на троечке постояло, потом я поставила на 1 минуту на четверку, потому что тройка мне кажется все-таки для мяса слабовато. Так, ну, в общем-то, прошло еще 7 минут. Как узнать, что мясо готово? Ну, если представить, что это, допустим, мясо на мангале, возьмем сейчас, оно сочным должно быть, а эта сочность еще осталась, но не должно кровить внутри. Внутри оно уже приготовлено. То есть, вот как по мне, это такая, наверное, средняя прожарка называется, чтобы не было крови внутри, и чтобы оно было сочным. я думаю, что уже мясо мое готово. Ну, что, мои хорошие, готовка закончена. Получилось два вот таких больших блюда, то есть, даже для двух мужчин, сейчас я вам покажу, вот такие вот два красивых блюда получилось. Ну, вот одно блюдо я себе положила. Ну, что я в завершении хочу сказать. В общем, во-первых, время приготовления зависит от толщины все-таки мяса, также овощей. Если овощи порезать потоньше, чем я, например, то они быстрее приготовятся. Что касается мяса, то все-таки я решила на пятерке готовить первые там 5-7 минут, ну, где-то 7 минут наверное получилось, 7-8. А потом тройка все-таки слабовато, поэтому я думаю еще 5 минут, 5-7 минут можно готовить уже на четверке дальше. Ну, наверное, у всех разные грили и поэтому все уже приспосабливаются по-своему. Ну, вот так я определилась и сейчас я хочу попробовать, что у меня в конце концов получилось. Опять-таки мясо разной прожарки люди любят, да, но я как-то от одного шашлычника слышала, что мясо нужно готовить, ну, например, на мангале не больше 20 минут, потому что потом оно становится жестким. Я поняла, почему, потому что потом испаряется вся влажность из мяса, оно становится жестким, а надо, чтобы в мясе влажность еще оставалась. Самое главное вот просто надрезать и посмотреть, если уже крови нету, а просто вот прозрачная как бы жидкость, вот тогда самый раз то, что нужно и будет оно сочным. но сейчас я попробую в конце концов, что же я тут наготовила, уже не терпится попробовать. Вот в разрезе мяса у меня получилось вот таким в разрезе получилось, но вроде бы не вся жидкость еще из него испарилась. В мангале, конечно, на гриле, конечно, сильно там не заглянешь, не увидишь, но приблизительно, в общем, надо по интуиции наверное смотреть. Ладно, пробую мясо. Кусочек. Во-первых, вкусно, не сухое, хорошо жуется. В общем, мясо отличное получилось. Оно вкусное, все в меру, там все эти специи и все и довольно сочное и хорошо жуется. В общем, все как надо получилось отлично, мясо отлично, мне понравилось. Сейчас я хочу попробовать овощи. баклажан, это не баклажан, это кабачок. Прожарился хорошо, все. А, и баклажан хочу попробовать, потому что его в другом маринаде делала. Отлично. В общем, мне все это не терпится уже быстренько съесть. Мне все понравилось, овощи все приготовились хорошо, все прожарено, ничего не твердое, все сочное. Пока это все не остыло, я сейчас хочу быстренько все это съесть и получить удовольствие. Ну, а на этом я видео свое заканчиваю. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока! до новых встреч, а н то барâни,